Доброе утро! Доброе утро! Сегодня упомянем и поговорим, да, какие права приобретают волонтеры. Но сам проект реализуется на территории Самарской области уже в течение почти года. Он в прошлом году стал одним из победителей федерального конкурса грантов, получил федеральную поддержку. И вот в рамках этого проекта в течение года мы реализуем мероприятия. Мероприятия разного формата. Уникальность нашего проекта, если сравнить с другими, заключается в том, что мы ищем людей, которые хотели бы заниматься волонтерской деятельностью, анкетируем, выясняем, что им интересно, где бы они хотели применить какие-то свои способности. И выявляем организации, которым необходима деятельность, вот поддержка добровольцев при реализации каких-то социально значимых проектов и мероприятий. То есть у вас получается роль посредника? Такая посредник, такая консолидационная площадка. Это такой тренд, буквально, наверное, пару недель назад общалась с коллегами из Москвы, и они сейчас тоже занимаются тем, что формируют такую площадку. Они хотят сделать единое информационное пространство. Пошли по вашему пути. Я думаю, каждый пошел по своему пути, но то, что каждый город, каждый регион как-то вот выбирает этот путь, говорит о том, что актуальность действительно есть. Скажите, пожалуйста, как вы к этому пришли? Как вы поняли, что это будет востребовано и актуально, вот произвести такое соединение? Кажется, иногда волонтеры сами по себе, вот волонтерские организации объединяются, действуют, что-то куда-то едут, что-то ищут, где-то участвуют. Нуждающиеся в поддержке волонтеров и добровольцев, они тоже нуждаются, тоже сами по себе. А вот действительно произвести это соединение, как вы к этому пришли? Почему вы поняли, что это нужно? Ну, наша организация достаточно давно реализует разные проекты, и всегда, естественно, в этих проектах участвуют в той или иной степени волонтеры. И поскольку у нас уже волонтеры такие подкованные, они участвуют в разных мероприятиях, имеют разный опыт, мы стали получать, скажем так, заявки от других организаций, от разных организаций, да, на то, чтобы наши волонтеры помогали вот в проведении мероприятий. Появилось такое понимание, появилось, что это необходимо, есть в этом смысл определенный. Со своей стороны мы получаем запрос от волонтеров, которые хотят вливаться в это движение, да, и они тоже нуждаются вот в таком активном информационном взаимодействии, чтобы понимать, где что происходит и где можно подключиться, получить опыт. На самом деле это очень важно. Скажите, как вы представлены в социальных сетях, как вас можно найти, подключиться к процессу, узнать информацию? Создан информационный сайт волонтер63.ru, есть группа ВКонтакте, я думаю, по названию проект легко будет найти в Яндексе, да, в любой поисковой системе. Здесь никаких сложностей, я думаю, не должно быть. Никита, расскажите, пожалуйста, о вашем участии в этом проекте, как вы вообще о нем узнали, как включились в волонтерскую работу, чем она вас привлекла и чем конкретно занимаетесь? Ну, вообще я узнал о проекте, когда у нас в колледже проводилось собрание, также от этого проекта. Колледжи в каком? Павловский государственный колледж, вот, я там обучаюсь на юридическом факультете, вот, и меня это заинтересовало, так как интересуюсь новыми программами, вот, замене законодательства, вот, и интересуюсь. Ну, это меня, как бы, подтолкнуло к этому. Да, но здесь вот нашли мы оправдание этому слова правовая, зная свои права, вот, как будущий юрист Никита может свою лепту внести, да? Я, как бы, подошел к ребятам, которые проводили, расспросил их, они мне рассказали, и с тех пор я вот в этом движении. А что вы делаете? Вот вы, я в этом движении, что вы делаете? Ну, мы помогаем управляющим микрорайонам проводить собрания общедомовые, ну, за 10 дней примерно развешиваем объявления об этом собрании, вот, сейчас каникулы, ну, очень много людей уезжают на дачу, в отпуска, вот, и, ну, им тяжело собрать их, вот, но мы помогаем, осуществляем это. То есть сфера ЖКХ, да, помогаете в этой сфере, потому что, да, на самом деле там так много проблем накопилось, но с другой стороны, кажется, ЖКХ и молодежь тоже не совсем совместимы, как-то, молодежь в ЖКХ не воспринима, а вы вот выбрали для себя... Также помогаем, как, главным по домам, уже, ну, точно строить проекты, как, сколько и где именно нужно поменять лавочек, там, урны, какие деревья нужно высадить, какие, наоборот, убрать, вот, то есть полная работа. А с жильцами общаетесь? Да, также проводим. Как вас воспринимают, вот, собственники жилья? Пришел такой молодой человек и начал. Ну, некоторым, да, приходится объяснять это. На собрание выгонять. Некоторым приходится объяснять, рассказывать, вот, потому что, ну, сначала вызывать недоверие, а некоторые, наоборот, поддерживают, то есть даже расспрашивают о многом, вот, интересуются. Знаете, что интересует меня? Практичное применение потом вот этого волонтерского опыта. Вы для себя видите, что это вам может пригодиться в дальнейшем? Или для вас это просто вот такое времяпровождение, общение, какие-то там... Ну, я собираюсь остаться здесь, в Самаре, как бы, проживать в дальнейшем, и мне будет радостно жить в благоустроенном, как бы, городе. Вот на какую далекую перспективу. Даже вот не в отношении лично себя, там, я буду юристом, я буду знать уже, если проблемы ЖКХ, так их решать. А вы так смотрите? Ну, да. В масштабе города? В дальнейшем, да. И также я, как бы, смотрю, ну, как волонтер, ну, как направление в экологии, вот, мы с друзьями, то есть выходим на набережные какие-то заброшенные, вот, там, убираемся, находим какие-то свалки, сообщаем об этом в администрации, в управляющей компании, вот, сообщаем. Да, вот никак не могу к Дмитрию перейти, все, вот вы меня, еще уточняющий вопрос, вы сообщаете об экологическом непорядке, да, беспорядке каком-то. Как быстро идет реакция и ответ? Потому что одно дело увидеть и сообщать, да, и когда нет результата, это можно и не видеть, и не сообщать даже. Ну, всегда по-разному, вот, ну, средняя, так, неделька, и уже все, то есть, они также нас привлекают к этой уборке, вот, но также могут сами убирать. Что правильно, да, потому что, вот, тоже есть такая вот, в последнее время тенденция, увидел, сообщил, пожаловался, негатив выплеснул, да, вот здесь, да, свое недовольство, и все. А проследить. Да, и проследить, и может быть, даже поучаствовать. Нет, мы контролируем, досмотрим, поучаствуем, выбираем вместе с ними. Дмитрий, расскажите о вашем направлении, о том, о вашем участии в проекте «Доброволец, знай свои права». Ну, я также, как и Никита, являюсь добровольцем этой организации, помогаю жильцам... Собственникам жилья. Собственникам жилья. Ты уже сфер-ЖКХ у вас получается интересный. Да, сфер-ЖКХ, также и занимаюсь, также являюсь руководителем общественной организации «Молодые архитекторы Новой Самаре». Я с своей командой, ну, мы выезжаем на объекты, во дворы, помогаем жильцам благоустроить территорию дворовую. Займаетесь пока малыми архитектурными формами? Вот этими во дворах, да? Да, пока что малыми. То есть мы планировку площадки делаем, указываем, какое количество урн, качелей, деревьев они хотят видеть. Проводим общественные собрания, вот на той неделе у нас буквально состоялось собрание, на котором жильцы очень бурно в положительную сторону отреагировали. Дмитрий, а что говорят люди? Какие у них пожелания? Вот хочется знать, вот каким они хотят видеть свой двор? Вот вы уже наслушались? Ну, двор хотят, чтобы все было красиво, естественно, чтобы безопасно было для детей, особенно для маленьких. Чтобы люди приходили сюда, да, приходили и радовались. Да, на самом деле, вот смотрите, такая обозначена задача, да, вот красота, благоустройство, радость жизни. Как волонтеры конкретно могут, даже вот вашего проекта, в этом поучаствовать? Вы ставите такие задачи на решение конкретных, небольших? Нет, ну, конечно, да, естественно, сам факт, что волонтеры наши участвуют, содействуют в проведении общих собраний, да, когда собирают народ, вот такую организующую силу, да, представляют собой, сами выходят на субботники. Естественно, они содействуют тому, что способствует, да, что двор, территория вокруг дома становится благоустроенной, и жителям просто приятно выйти, да. И это же и воспитание культуры среди людей, которые выйдут в чистый, красивый двор и лишний раз не выкинут окурок мимо урна, который стоит вот здесь, да. То есть это же и культура человека. Поэтому в Самаре есть к чему стремиться, и мы, конечно, хотим, чтобы наш город выглядел хорошо в глазах приезжающих, в глазах самих жителей. Волонтеры в этом плане, конечно, оказывают хорошее такое содействие, хорошее подспорье. Люди, которые заинтересованы вот внутренне, понимаете, то есть не то, что по принуждению, как вот, да, бывает, а сами. То, что с вами приятно даже, выходить и смотреть на чистые улицы. У нас очень много волонтеров-спортсменов, то есть которые поддерживают здоровый образ жизни. Ну, действительно же, это же идет изнутри человека, да, соответственно, если у человека порядок в самом себе, он будет делать порядок вокруг. На каком этапе сегодня реализация этого проекта? Вы сказали, что уже второй год, да, он реализуется? Нет, год уже заканчивается, да. Первый, и он подходит к завершению, да. Он завершается, да. Сейчас мы, соответственно, вот занимаемся тем, что помогаем управляющим микрорайонам, да. Сейчас вот в подтверждении нашего названия «Доброволец знает свои права» тем волонтерам, которые уже заявили о себе, присоединились, да, к проекту. Мы рассказываем о тех правах, которые у них есть. Например, вот буквально живейший пример, да. Сейчас при поступлении в ВУЗ абитуриента, а среди школьников, как мы знаем, достаточно много добровольцев, учитывается индивидуальное достижение, к которым относится опыт волонтерской деятельности. И при поступлении в ВУЗ начисляются дополнительные баллы, к баллам ЕГЭ, за волонтерство. Для этого нужны какие-то подтверждающие документы, не какие-то, а совершенно конкретные. Это либо записи в волонтерских книжках, либо хотя бы благодарственные письма, грамоты. Мы, соответственно, своим волонтерам тоже благодарственные письма за участие в мероприятиях предоставляем. Все это учитывается. То есть здесь конкретный личный интерес появляется, да, потому что волонтерство – это же и моральное удовлетворение, и социальный рост. Социальный рост в разных сферах, в том числе вот помощь, такая поддержка при поступлении в ВУЗ. Почему нет? Поэтому это лишняя мотивация, которой и так достаточно у самарских волонтеров на самом деле. Но это такой практически прикладной инструмент для самого человека становится. Да, действительно, это очень важно. Скажите, пожалуйста, у нас событие такое грядет, чемпионат мира по футболу. Понятно, что вы сейчас в своем проекте, но вот вы забрасываете на то время, через год практически, даже меньше, наверное, где-то осталось. Ну, волонтерам, которые в проекте участвуют, мы рассказываем об этом, естественно, что предстоят такие мероприятия. Центры подготовки волонтеров чемпионата мира работают, и, соответственно, они ведут свой набор. Естественно, те люди, которые активно проявляют себя здесь, они активно себя будут проявлять и дальше. Поэтому наша роль в плане вот такого далекой перспективы – это рассказать о том, что такая работа ведется на наших же мероприятиях, да мы просто говорим, какие возможности открываются дальше, после того, как, например, проект завершится. Да, да, вот это тоже важно, такая преемственность. А вообще, я знаю, что вы проводите анкетирование, вот социальный аспект вашего проекта, что вы спрашиваете, чем интересуетесь, как вы общаетесь с людьми, я знаю, что вы предоставили фотографии, мы их сейчас увидим, а вы можете рассказать об обратной связи и мнении людей, которые вы получаете, спрашивая что-то. Вот что вы спрашиваете, что вы получаете? Ну, мы расспрашиваем людей, готов ли они в будущем участвовать в таких же мероприятиях, каких-то волонтерских. Такие сферы интересные, то есть где они хотели бы стать волонтерами? Эмоцию положительную у всех. Так, вот проблема. Вот проблема, да, обозначена, нужно решать. Пока идет анкетирование, мы находим проблемы, то есть фиксируем их, записываем, вот и передаем уже дальше. Очень много людей там отзываются положительно от нас, о нас. И возраст от самых, я не знаю, юных до бабушек и дедушек, которые готовы также выйти, поддержать. Интересуются, да. Ну, то есть вы какую-то базу данных, такую вот социальную. Мы учет волонтеров, естественно, ведем, да. Потому что в любом случае мы заинтересованы в том, чтобы их оповещать, вот через интернет-сайт, да, мы приглашаем самых активистов к таким интересным мероприятиям. Поэтому, естественно. Ну, традиционно считается, что молодые люди, относительно молодые люди волонтерами становятся и очень увлекаются этой деятельностью. А что вы можете сказать про другой возраст? Есть люди в другом возрасте, которые тоже к вам подключаются и интересуются? Есть. Есть другой возраст, и причем возраст совершенно разный. Действительно, очень активно это волонтеры-школьники, которые, да, готовы ходить, выявлять, им это интересно. Но есть и другие категории, это и работающие волонтеры. То есть, ну, это через личные связи, когда ты сам занимаешься чем-то, другие тоже увлекаются. Особенно, вот предприятия, на которых развиты, там, Советы молодых специалистов, профсоюз, они такие активные, очень сами выходят в детские дома, когда узнают, что есть еще такие проекты социальные, они к ним же тоже присоединяются. То есть, в какой-то части, по мере возможностей. Ну, и, соответственно, волонтеры серебряного возраста, волонтеры-пенсионеры, особенно в сфере ЖКХ, это самые активные наши собственники, самые такие благополучные, которые четко все платят. И они, конечно, хотят, чтобы за то, что они платят, да, получать качественный результат. И они тоже к нам присоединяются, то есть, иной раз там позвонят, а я вот увидел, вот вы приходили, а у нас вот лавочка-то вот та. То есть, вот такие, ну, действительно, такой отклик идет хороший. И активизируется. Вот, по моим ощущениям, произошел какой-то перелом. Если раньше был только негатив, да, вот как-то мы вот все говорили, что и город у нас и грязный, и плохой, и неблагоустроенный, и то, и другое, и третье. То сейчас какой-то, действительно, перелом произошел от того, что количество людей заинтересованных в том, чтобы все изменялось, переходит в качество. То есть, немножко здесь убрали, там что-то поменяли. Вот мне интересно очень мнение Дмитрия, как будущего архитектора, ваш взгляд на город, связь волонтерской деятельности с вашей дальнейшей профессиональной, и что вы хотели бы изменить, что может поменяться, что должно поменяться, вот ваше видение. И что вы сейчас уже в качестве вот вашей деятельности волонтерской делаете? Ну, как вы уже сказали, да, люди пытаются изменить свой город, свой облик, потому что им уже не безразлично, как это было раньше. Мне самому не безразлично тот город, в котором я живу, хочется его благоустроить, чтобы было приятно выйти во дворы. Что касается будущего, я думаю, что, ну, программа вот по благоустройству рассчитана до 22-го года, поэтому, думаю, за 5 лет, ну, мы преобразим город, будем привлекать молодых, еще студентов, я уже как закончил, я уже выхожу на другой уровень. Также хочу привлекать своих коллег, с кем я общаюсь, дружу, университет свой, привлекайтесь к этой программе. Да, и привлекаются люди, потому что можно все методы использовать, и личные контакты через интернет, пожалуйста. Вот знаете, вот даже такая интересная тенденция, вот когда с людьми разговариваешь, вот про благоустройство, про все, да, здесь же вопрос еще цены своего жилья встает, то есть люди, например, при продаже жилья, приходишь выбирать квартиру, и, например, какой-то совершенно грязный подъезд, неблагоустроенный двор, где некуда выйти, вывезти своего ребенка погулять, тебе придется куда-то ехать, а сейчас очень, сами знаете, какая демографическая ситуация, все увеличивают свои семьи, да, на подъеме, поэтому, конечно, люди задаются вопросом, ага, ну что это значит, почему это у меня вот там грязный подъезд, и моя квартира там стоит вот столько-то, а у соседей вот чистый подъезд, и у них быстрее купят квартиры. То есть здесь же заинтересованность самих жителей еще такая практическая, и красота, и какой-то практический момент, чтобы все совпало. Да, это один аспект, когда мы и наблюдатели, и хотим что-то сделать, но мы работаем непосредственно с управляющими компаниями, да, и вот хотелось бы у Никиты уточнить, можно ли влияние на управляющую компанию расширить, потому что мы можем много говорить, что там мы приберем что-то, цветы посадим, но это не все, нужно делать что-то большее, добиваться качества от производителей этих услуг жилищно-коммунальных, контроль. Ну мы, да, контролируем их, так же приходим. А как они к вам относятся? Потому что мне кажется, что очень сложно это сделать. Ну сначала, конечно, они так отрицательно к нам относились, но о нас больше узнают, и как бы уже побаиваются, что расскажут, плохо расскажут о нас, и к нам уже будут относиться по-другому, это управляющие компании так думают. Ну и, ну как, все чаще встречаем такие положительные отзывы, и сразу там начинают делать, да, да, конечно, вот соглашаются, вот, но если, ничего таких не встречалось, конечно, вот, но если как бы отказывать, нам уже идем, то есть дальше, в администрации сообщаем. Вот, вот, пока у молодых есть энергия, потому что некоторых опускаются руки, да, столкнулись вот с проблемой жилищно-коммунальной какой-то, да, и просто руки, и как подумаешь, что идти туда, сюда, что-то писать, какие-то заявления. Много кто говорит, но мало кто делает. Сейчас это, наоборот, меняется, мало, ну, меньше это говорят и больше делают. Вот это замечательно. Вот мне тоже кажется, что это самое главное. Пока молодой, энергичный человек, он может делать, действовать, добиваться. Значит, они ответили управляющей компании, пошли дальше, в жилищную инспекцию, там еще куда-то, еще дальше. Вот, я желаю вам, чтобы у вас это было и не заканчивалось, да, и вот, чтобы эффективность была, и чтобы люди действительно, вот, как вы сказали, управляющие компании даже боялись, потому что действительно, сейчас можно отказываться от негатива, от плохой управляющей компании. Пусть это долго, там, очень хлопотно, но все равно должны быть какие-то стимулы, критерии воздействия управляющей компании. Но репутация портится, поэтому они боятся. Вот важно, да, потому что, действительно, сфера ЖКХ, она очень и проблемная, и конфликтная. Но нужно сдвигать. Вот я хотела, Анна, у вас спросить о тенденциях. Что еще развивается? Вот даже ЖКХ и молодежь, это уже меня удивило, а что еще нового появляется в этом волонтерском движении? Много нового, да, я не могу сказать, что все это в рамках нашего проекта, в принципе. Ну, в принципе, какие тенденции, да. Когда наблюдаешь эти тенденции, очень много волонтеров появляется. И вот мы, кстати, тоже, наши волонтеры участвовали в таком вот мероприятии, арт-волонтерство, когда люди молодые, опять же, такие выходят, там, в те же парки, заниматься с детьми, и какие-то мастер-классы, просто чтобы самим руку напить, да, в каком-то мастерстве, да, и чтобы вот обеспечить какой-то досуг. Как Никита уже отметил, экологическое волонтерство тоже сейчас такая тема интересная, и причем вот с двух сторон она тоже заходит, так скажем, да. С одной стороны, когда ребята участвуют в уборке вот таких вот территорий, да, заброшенных, которые там неухоженные, к примеру, такой вот акт доброй воли, да, прийти и убрать. А с другой стороны, когда они выносят эту проблему дальше, слушаем, привлекают к этому общественное внимание, чтобы люди, в принципе, вот, опять же, о чем мы говорим, воспитание общества, чтобы так не поступать, и контролирующие органы брать на контроль вот какие-то ситуации, да, дальше там идти. Вот. Спортивные движения очень наношения. Спорт-спортивные, да, вот на этой волне, тем более, сейчас это будет очень развиваться, да. Про арт-волонтерство как интересно, потому что появляется двойное, такой процесс, да, взаимообмен артиста и публики, что самое главное и для артиста, и для публики. Доступность, да? Да, и доступность. Вот на Ленинградской буквально недавно видел девушку, которая поет русские народные песни, и находит отклик у публики, которая останавливается с удовольствием, слушает, и, наверное, это волонтер, может быть, тоже. Возможно. Которая из себя, значит, пробует свои вокальные данные и видит отклик, насколько это интересует и живо, и в принципе. Вы знаете, вот еще, вот, говорите, я продолжение просто, анализируя ситуацию, которая складывается в других городах, да, все равно все общаемся. У нас Самара, она такой очень уютный, комфортный город для вот молодежи, в плане, что мы не избалованы, наши волонтеры не избалованы таким количеством мероприятий, как, например, Сочи, где проходят там Олимпийские игры, или та же Казань, да, где там универсиада, где волонтеры действительно массово во всем задействованы, принимают различные мероприятия, и у них огромный опыт. У нас пока таких мероприятий не было, глобальных, да, поэтому любое мероприятие, оно интересно, оно воспринимается с интересом. И в этом плане, конечно, нам повезло в Самаре, я считаю, потому что у нас ребята активные, они еще там не избалованы таким количеством мероприятий, и все интересно, они с удовольствием выходят, вот, присоединяются к проектам, в чем-то участвуют, просто ради того, чтобы получить вот такой опыт. Действительно, как бы, хорошо для Самары. Для будущего, да? Да. Права, все-таки хотелось бы развить вот эту тему, правовой аспект вашего проекта, вот что должен знать волонтер, потому что, вот особенно, если работают в медицинской сфере, здесь вот, наверное, какие-то... Ну, там своя специфика. Да, специфика, еще где-то, там, с инвалидами, еще где-то, вот какие права есть у волонтера, о чем он должен знать? И даже, может быть, чтобы и права волонтера тоже не нарушались? И права, которыми он может воспользоваться? Вот что это? Что это за информация? Ну, прежде всего, конечно, волонтеру нужно знать, что это волонтерская деятельность. То есть он по принуждению не должен ничего делать. То есть если у него есть какой-то внутренний стимул, желание, время, он может им распоряжаться, соответственно, вот на осуществление каких-то таких мероприятий. Это прежде всего. Почему? Потому что вот даже один из последних примеров, не так давно к нам в организацию позвонил человек какой-то и говорит, у вас же вот волонтеры, и я вот сейчас, у меня магазин, и мне нужно вот там вот листовки раздать. Ну, то есть чисто промоутеры, да, ему нужны. У вас же волонтеры, пусть они придут, мне раздадут. То есть вот, ну, тут совершенно другое, как мы понимаем, тут, естественно, это не социальный какой-то проект, никакой социальной значимости он не несет. И вот это исключительно интерес конкретного человека, там, в зарабатывании денег, да, действительно. Конечно, мы ему мягко отказали, потому что наши волонтеры, они все-таки, это прежде всего социальная направленность, поэтому никакого принуждения, никаких таких моментов, что вот ты же волонтер, иди, вот разнеси вот листовочки, нет, такого не должно быть. Дальше, волонтер должен понимать, что у него есть, может быть, волонтерская книжка, он ее может завести, да, он может туда, если он поучаствовал в мероприятии, получить отметку в эту волонтерскую книжку, потому что действительно этот опыт, он будет учитываться, вот уже сейчас учитывается у школьников, которые поступают в институты, а в дальнейшем, вот сейчас уже, да, рассматривается вопрос о включении вот этого волонтерского опыта в стаж, в общий стаж работы, пока этот вопрос не решен. И на пенсию раньше выйдешь. Ну, не знаю, как, так, как. Вот Никита точно выйдет. Никита, да. Еще чуть-чуть, и уже. Да, да. Ну, действительно, то есть какие-то такие моменты, их просто не упускать из виду, понимать, что ты, это твое будущее, если ты в чем-то участвуешь, засвидетельствуй, что ты в этом поучаствуй. Да, да, вот это важно, это нужно знать изначально, потому что прошло мероприятие, думаешь, ой, как хорошо получил свой там адреналин и ушел, а потом... Эмоции, да, эмоции прекрасно. Но, опять же, да, мы живем в мире современном, где совершенно конкретные отношения, поэтому любой опыт, он учитывается в той или иной степени, вот как... Да. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, волонтерам, которые, может быть, только хотят, начинающим, так сказать, определиться со своим направлением, с деятельностью, где он будет востребован, как сделать этот выбор, найти себя в чем-то. Вот как было это на вашем опыте, примере, и посоветовать другим что-то? Я думаю, начинающий волонтер должен попробовать себя в разных сферах деятельности, понять, что ему ближе, что ему интересно, и, сделав выводы, пойти по определенному или по определенным направлениям и заниматься этим. Это должно приносить удовольствие, в первую очередь, и чтобы в итоге был какой-то результат, потому что без этого нет смысла никакого. Понятно. Никит, а в вашем случае как это было? Как вот пришли в сферу ЖКХ, будущий юрист? Ну, я не только в сфере ЖКХ, как бы, но... И какология, а вы... Да, почти во всех, наверное, в движениях себя попробовал. А вот нет такого, что лучше заниматься одним, но кропотливаться целенаправленно, чем вот разбрасываться, тут я эколог, тут я почти сантехник. Больше опыта получаешь, когда, ну, как бы, объем и разнообразие большое. И если ты хорош во всем, почему бы себя не показать во всем себя, проявить? Главная черта волонтеров. Ну, вы, как бы, кому что больше нравится? Кто-то хочет в одной сфере, они работают в одной. Если есть, возможно, желание и энергия, да, можно... Да, разнообразить себя, вот. Мне, как по мне, двигаться в одном направлении, это скучно. Вот, мне кажется, это, ну, надоедает, можно так сказать. А если себя разнообразить сегодня-то здесь, завтра там, то есть, и всегда в таком позитиве. Да. Вот, всегда открываешь для себя что-то новое. Какие перспективы, Анна, вы видите для развития вообще городского волонтерского движения, вашего в частности? Вот, что будет дальше? Наверное, про нашу скажу, за город. Мир, да, меняется очень быстро, да. Очень много у нас волонтерских движений по городу, и каждый там ниши свои ведет очень успешно, да, там, волонтеры Победы, те же, ну, много всяких направлений. Серебряные волонтеры очень крепко развиваются в Самаре. Я расскажу про нашу, что даже если, когда закончится проект, завершится, да, естественно, тема-то ЖКХ никуда не денется. То есть, никуда не денутся проблемы, необходимости вот в организационной помощи при проведении общих собраний, она тоже никуда не денется. Мы, конечно, будем поддерживать по мере возможностей, вот, с учетом того, что интерес со стороны волонтеров, он тоже есть, им тоже нужен этот топ. И нам, конечно, тоже интересно в этом принимать участие и каким-то образом содействовать формированию комфортной городской среды и вообще, в принципе, благополучия в городе. Вот формирование комфортной городской среды, это и есть проект, и вы его курируете, да? Да, да. Расскажите, пожалуйста, как вы видите, вот, что это за проект и как вы видите участие общественности в нем? Понятно, волонтеры как-то включаются со своей стороны, что-то делают, а вот обратная связь, отклик и участие самих собственников в жиле? Ну, на собрании, в принципе, они должны приходить на сами собрания. Первое. Первое. Вот это важно, да. То есть мы организовываем собрание, на котором происходит сбор, обсуждение какое-то. Потом мы, грубо говоря, выслушав их комментарии, по желанию мы уходим, делаем проектную документацию какую-то, делаем им красивые картинки, как можно сказать, вкусные, чтобы людям нравилось, рабочие чертежи. Потом мы повторно встречаемся с ними на таком же собрании, обсуждаем, все ли их устраивает, все ли нравится, что-то надо ли поправить. Если есть корректировки, то мы их вносим и с исправленными приезжаем к ним, а дальше уже это будет передаваться в более высшие инстанции для дальнейшего рассмотрения. Да, ну все, опять же, это нужно держать на контроле и вот не останавливаться, да, на достигнем том, что собрали. У нас остается буквально чуть больше минутки. Хотелось бы узнать, хотелось бы вам еще больших возможностей, чего не хватает для того, чтобы полнее лучше реализовать вот этот проект, доброволец, зная свои права. Понятно, что он подкреплен финансами, чтобы вы участвовали. Ну еще, какие возможности, что еще нужно, чтобы расширить лучше? На самом деле, как-то не странно может прозвучать, да, может быть не странно, да, но поддержка действительно есть разная у нас сейчас. Нет никаких каких-то таких глобальных препятствий, которые невозможно преодолеть, да. То есть понимание, кто такой волонтер, зачем он нужен, зачем он нужен в сфере ЖКХ или какой-то другой сфере, уже есть это понимание. Почему? Потому что есть результат. Когда есть результат, тут, конечно, уже к тебе люди и потянутся, да, что называется. Поэтому в целом мы стараемся поддерживать хорошие такие взаимоотношения и с волонтерами, и с какими-то компетентными органами, да, чтобы выстраивать это взаимодействие. Чтобы, в принципе, проект шел, чтобы были результаты. Мы нацелены, конечно, на то, чтобы был конкретный результат для конкретного человека. Да, вот очень хорошо, что исправляется та ситуация, что вот раньше было так, вот сфера ЖКХ, там управляющие компании не сами по себе, да, жильцы сами по себе, экологи сами по себе, там, жители тоже сами по себе. А сейчас вот благодаря вашему проекту в том числе, в том числе, да, вот получилось такое соединение, вот вы действительно как посредники выступили в этой роли. Спасибо вам за то, что вы делаете, спасибо за то, что пришли и рассказали нам о вашей работе. Спасибо вам за внимание, всего хорошего, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова